Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать об еще одном очень классном приложении, которое я использую довольно часто. Называется оно Pocket Casts, его вы можете скачать из Play Market. Я, если честно, уже не помню, бесплатное данное приложение или платное, поэтому посмотрите сами. Данное приложение служит для того, чтобы мы могли прослушивать различные аудиопередачи, то есть что-то, если вкратце, наподобие радио. Как вы видите, оформлено оно очень красиво, что-то напоминающее карточный стиль, новый от Google, имеет вот такое боковое меню. К сожалению, данное приложение не переведено на русский язык, но, тем не менее, здесь в принципе все понятно и пользоваться это не мешает. Итак, например, заходите в популярное, видите все здесь знакомые лица, вот здесь наш многоуважаемый Рут Нэшн, Кедра Каст, Дидже Стив от Саши и Каши от Эльдара, Елсаком и прочие-прочие аудиоподкасты. То есть находите нужный вам подкаст, открываете его, видите все подкасты, которые были выпущены. Нажав на стрелочку, можете загрузить этот подкаст себе на смартфон и, собственно, можете его прослушать. Вот так вот можно развернуть, чтобы видеть обложку. Кстати, вот ребята с Рут Нэшн, молодцы, делают каждый раз новую обложку и видно, собственно, кто участвует в том или ином подкасте. Особенно это интересно, когда участвует одна известная ржеволосая девушка по имени Карина и она как-то делает данную обложку еще более интересной. Здесь сверху можно перематывать, делиться и так далее. Тут, в принципе, все понятно. Несмотря на то, что приложение не переведено на русский язык. Вы можете подписываться на те подкасты, которые вам понравились. Нажимаете кнопку подписаться. Вот таким вот образом, вот такой вот синий полосой показано, какое количество подкастов вы уже прослушали на данный момент. Спасибо. Ожиданцы, такое огромное количество людей. Здесь также сверху дублируются в шторке уведомления. Опять же, возможность включить, скрыть, перематывать, ставить на паузу и так далее. Что касается настроек, то опять же, там все на английском языке. Но, если честно, я туда не ходил и, собственно, вам не советую, потому что приложение настроено уже на то, как нужно. Просто не заморачивайтесь, слушайте подкасты, подписывайтесь на которые вам понравились. Из настроек там ничего такого особенного я не нашел. Единственное, можно, если у вас есть различный смартфон с поддержкой карт памяти, то можно поменять источник, различные уведомления включить и так далее. То есть, особо ничего важного тут нет. Также здесь можно поменять тему оформления на черную, если вам это надо. Так это уже все будет выглядеть. Наверное, это будет удобность, какой-нибудь AMOLED-экран более черный. Я же включу, опять же, светлую тему. На мой взгляд, в стиле карточек больше. Более красиво выглядит светлая темка. Ну и, собственно, они... На этом все. Вот такая вот классная программка для прослушивания различных подкастов. Подписывайтесь на те, которые вам по душе и, собственно, слушайте их в свободное время. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok